Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, с города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюку! Ля-ля-ки-баб! И мы стартуем! Ради стадигов погнали! Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам, выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове на данный момент. Как мы живем, как мы выживаем, что нового, что интересного, что вообще в целом у нас здесь происходит. Ребят, ну давайте начнем по очереди. Наверное, вас больше всего интересует, как, собственно говоря, погода, как обстановка с прилетами, с ценами и так далее и тому подобное. Ну, ребятки, давайте начнем по порядку. Погода комфортная. Очень даже, я вам скажу, жара спала. И мы сейчас реально наслаждаемся хорошей погодой. Слава Богу! Спасибо огромное за такую шикарную погодку. Дальше, ребятки, что хотел вам сказать, да? Вас интересует наверняка обстановка по прилетам. Я сегодня прилетов в городе Харькове, в отличие от вчерашнего дня, не слышал, ребят. Вот таких вот ярких и сильных, собственно говоря, звуков от прилетов, да? Хата не трусилась, крыша ходором не ходила. Более-менее обстановка... Более-менее, просто вот скажу более-менее, не больше, не меньше, ребят. Потому что вы сами знаете, как у нас все меняется. Сейчас более-менее, через буквально секунду может все поменяться. Дальше, ребятки, что вас может интересовать? У нас, ребят, грядет повышение цен. Написали уже по пабликам, что мобильный оператор может подорожать в два раза. Ну, или на 50%. Написали на 50%. То есть, ну, сейчас я плачу 200 гривен за мобильного, собственно говоря, оператора, за Киевстар, за тарифный план. Сколько будет стоить? Это, получается, или 300, да, ребят? Или вообще 400 будет стоить, как я понимаю. Но я вам скажу, что и так, как бы, недешево. Где люди будут брать деньги? Хотя, у нас такие люди, вроде бы, как бы, и денег-то особо нет. А смотришь, а все равно все пользуются. А куда? Выхода, как говорится, нет. Все равно будешь пользоваться, найдешь какой-то тарифный план подешевле. Помимо всего этого, наверняка, вас интересует обстановка с Фарион. Как там обстоят дела? Нашли ли, собственно говоря, того, кто это сделал, либо же нет? Ну, по всем пабликам, ребят, показывают парня. 18 лет, 18 лет парня, говорят, что именно он это сделал. Доказательств достаточно, даже более чем. Три квартиры, ребят, три квартиры он снимал в городе Львове. Но его, собственно говоря, одноклассники, как я понимаю, товарищи и друзья семьи, отзываются очень хорошо о нем, говорят, что никогда не могли бы подумать, что он мог такое сделать. Напишите в комментариях, как вы оцениваете данную ситуацию, вообще, как вы к этому всему относитесь. Я вам могу сказать, ребят, одно, как ни крути, а ситуация реально страшная, ребят. Вот так вот среди белого дня, среди белого дня такое произошло, это, ребятки, что-то с чем-то. Помимо всего этого, ребят, у нас также произошла ситуация в городе Одесса, ребят. Там, собственно, таксист, который не захотел везти пятерых, началась между ними, собственно говоря, словесная, так скажем, перепалка. И таксиста просто-напросто больше нет с нами, его нет в живых, ребят, чтобы вы понимали. Вот такая настолько сейчас опасная работа в такси, помимо того, что прилеты, вы сами понимаете, что неизвестно, кто может сейчас сесть в это такси и кого таксист повезет. И какой-то, вот, собственно говоря, надежды на то, что ему кто-то поможет в данный момент, ну, нет от слова совсем. Я помню, я сам таксовал, ребят. Надежда только на самого себя, на самого себя, ни больше, ни меньше. Раньше работали вот эти вот, ребятки, кнопки, я вам должен сказать. Что таксисты помогали друг другу, поддерживали друг друга. Сейчас ни эти кнопки, ни зелорации толком не работают. Никто не приедет, не поможет, не поддержит. Раньше, я помню, кто-то не расплачивается. По 15, по 10, по 20 машин съезжалось, ребят. Это было что-то с чем-то. Сразу, естественно, находились, собственно говоря, деньги, расплачивались. И все было хорошо. То сейчас, телеграм-группы, все вот только таксисты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я помню, как я создал, ребят, телеграм-группу. Для чего? Для того, чтобы мы могли друг другу помочь. В случае, там, колесо спустило, что-то еще. Пятое, десятое. И как вы думаете, я помогал всегда ездил. Ко мне это считанные, и то близкие, как говорится, такие таксисты, друзья, товарищи приезжали, помогали. А так все только языками. И все. Вот на этом, как бы, понимаете, языком работать, да, хорошо получается. А как вот поддержать, по факту приехать, то некому. Вот потому такие, собственно говоря, ситуации, я думаю, и происходят. Потому что все это тоже. Вот поэтому, скажи, Зевс, так все это и происходит. Что не хотят друг друга поддерживать, ребята, да? Только языками. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Фа-па-па-па. И надежды нет ни на кого. К сожалению, ни на кого. Можно Зевса, конечно, с собой вот так вот брать. Ну, или какого-то Алабая с собой, да, ребят? Брать Алабаев парочку. На заднее сидение. Либо одного на переднее Другого на заднее садить И собственно с ними таксовать Вот тогда будет толк Вот тогда может быть будут себя хорошо Нормально вести пассажиры И вот я вам сразу хочу сказать ребята Я вот как уже с опытом человек Да сколько я проработал До 24 числа в такси Не принимайте К себе и близко к сердцу Ребят те люди которые хорошие Адекватные пассажиры Это имеется ввиду те пассажиры Которые вот как раз себя так и ведут Которые садятся в такси Такое впечатление как будто бы себе в машину Как будто это их частная собственность А вы запомните одно Не факт что это машина вообще человека Который за рулем едет Хозяин То есть это может быть в аренде машина Может быть таксопарка И может быть человек сам купил Может человек взял в кредит этот автомобиль И выплачивает То есть надо взаимоуважение Чтобы было в обществе Чтобы люди понимали друг друга Пять человек Вообще-то запрещено По законодательству возить людей Да и машина перегружается У меня вот товарищ говорит Я говорит Никогда не брал много людей Говорит Он никогда не возил пятерых в машине Просто никогда Потому что говорит Машина перегружается Саленблоки Пружины Все-все-все на свете Мы тут с Зевсунькой До сих пор проводим Собственно говоря Проветривальные работы С нашим погребом Повыгребали в сарае Да Зевс Повыгребали в сарае Сделали порядок Мы с тобой Теперь есть куда у нас Складывать дрова вдруг В случае зима будет Как говорится лютая Ну а уже погодка Налаживается Поэтому буду пробивать Вот там скорее всего Ребят Отверстие Я так решил Вот там вот вверху Да То есть Чуть-чуть ниже И вниз опускать трубу И вести ее под дверью туда И опять же собственно говоря Вниз Таким образом Там будет проветриваться Все помещение Надеюсь Что это очень сильно поможет Действительно Помещение Будет ребятки Проветриваться Тоже подштукатурить Надо обязательно Побелеть Привести В порядок Наш собственно говоря Погреб И по совместительству Бомбоубежище Да Зевсунь А что еще будет Скажи Когда все это закончится Когда закончится война Реально будет такси работать Или нет Ребят Вот напишите в комментариях Или это Будет нереальная история Потому что Я думаю Что разные люди Могут Попадаться Люди Которые Собственно говоря Нервная система После всех этих прилетов После всего этого Будет расшатано И какая будет реакция Никому неизвестно Надо будет делать кабинки Кабинки ребят Надо будет делать Такие как За границей Чтобы водитель сидел В кабинке В отдельной А там пассажиры Как в автобусе И чтобы до водителя Рукой нельзя было Дотронуться И вообще ничего Ему делать Чистое окошко Стеклянное Сорф-стекла Куда можно просунуть Денежки И расплатиться Скажи ребятки Всем добро Было и позитивчик Ребятушки Всем добра Бабла Позитивчика Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нам с Багирой Пишите комментарии Подписывайтесь на инстаграм Тикток Телеграм Группу таксистов Ну а кому нужна страховка Страховка Залетайте по ссылке В описании Мы с Багирой вас страхуем По промокоду Таксикул21 Вашу тачку ОСАГО будет С 10% скидкой Всех обнял до хруста Пуко-пуко До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...